Новости и события Грузии. Рассказываем о самом важном и интересном на канале Грузия с акцентом. Смотрите в этом выпуске. Русский корабль, иди на! Заход круизного лайнера Астория Гранде в порт Батуми, акции протеста и комментарии политиков. Поехали! Туристы из России, пассажиры круизного лайнера Астория Гранде, в четверг стали главными ньюсмейкерами Грузии. Более 800 человек из России отправились из Сочи 22 июля по новому круизному маршруту. До Грузии они посетили Турцию, а на рассвете четверга они прибыли в Батуми. В агентстве морского транспорта Грузии не видели никаких проблем с заходом этого судна в Батумский порт. Дело в том, что ходит оно под флагом Палау, его обслуживает турецкая круизная компания, которая не находится ни под какими международными санкциями. Однако некоторые из путешественников в четверг появились на всех новостных грузинских каналах. Здесь была некая смесь восхищенных высказываний о Грузии и, мягко скажем, спорных ответов на вопросы журналистов об оккупации. Впечатление потрясающее. Это первый корабль, который остановился в Грузии и первый российский корабль, который именно в Грузию за 7 лет, как нам сказали, вроде как сюда пришел. У нас целый день мы будем гулять, наслаждаться красотой города, искупаемся в море. Куда мы еще пойдем? Выпьем вина. Выпьем вина, съедим кинкали, хачапури. Не первый раз в городе. Я первый раз в Батуми и с первой минуты поняла, что мне здесь очень нравится, очень красиво. Именно в этой локации, где мы находимся. Среди прибывших оказалась женщина, которая предположительно попадает под закон об оккупации. Она в интервью сама рассказала о том, что ездила в Абхазию. Реакции МВД на возможное нарушение закона об оккупации пока не последовало. Но на это отреагировала оппозиция и гражданские активисты. Акция «Русский корабль леди на» прошла в Батумском порту, а у здания парламента Тбилиси сожгли российский флаг. На нашу территорию въехали люди, граждане России, которые прямо заявляют, что нарушили закон об оккупации. Побывали в Абхазии и заявляют, что Россия освободила Абхазию от грузин. Возмущается депутат от партии Лило Соломе Самадашвили. Российские туристы реагировали на акции протеста тоже, мягко скажем, не цивилизованно. В итоге круизный лайнер «Астория Гранда» покинул порт Батуми раньше запланированного времени, в 21 час. Под свист протестующих и гимн Грузии. Сегодня последовало достаточно много комментариев от политиков. Каджоба. Так лидер правящей партии Ираклий Кабахидзе прокомментировал акцию протеста в Батуми из-за прибытия лайнера. Слово «каджоба» дословно перевести на русский достаточно сложно. Ну, если там более культурно переводить, это что-то типа «дикарство» или «нецивилизованность». Я хочу использовать один резкий термин. То, что мы видели, это просто «каджоба», заявил Кабахидзе. А президент Грузии Саламе Зорубишвили поддержала акцию протеста в Батумском порту. «Я горжусь нашим народом, который мирно опротестовал новую провокацию России – заход российского круизного лайнера в порт Батуми в Грузии, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. «Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза», – написал Зорубишвили в своем твиттере. Еще один круизный лайнер отправится из Сочи 27 июля. Заявленный маршрут – Сочи, Трабзон, Батуми, Амасра, Стамбул и Сочи. Чем все это закончится, мы обязательно расскажем вам на нашем канале. С вами был Сергей Азоль. Поддержите нас лайками, комментариями и подписками. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании к этому видео. Увидимся на канале «Грузия с акцентом». Подписывайтесь на наш канал.